Для того, чтобы получить минус 20, метанолу достаточно примерно порядка 15-18%. Для этанола эта цифра будет составлять 25%, а для изопропанола порядка 40%. А теперь сравним цены. У метанола цена примерно на рынке 20 рублей в среднем, а у изопропилового спирта 120 рублей. Таким образом, если мы с вами переведём это на сырьевую составляющую, только на сырьевую составляющую при производстве стеклоомывающей жидкости, в литре стеклоомывающей жидкости сырьевая составляющая метанола будет порядка 25 рублей. Это с большим запасом, даже меньше. Прошу прощения, не в литре, а в канистре 5-литровой, которую мы с вами покупаем. Для изопропилового спирта более 100, то есть почти 4-5 раз. Поэтому, соответственно, и ценовая категория на жидкость 5-литровой бутылки будет совершенно разной. Мы жидкость на основе метанола можем купить и по цене 100 рублей за 5 литров, а изопропанол у нас дешевле, чем 200 рублей, мы никогда с вами не купим. А теперь о вреде на организм. По классу опасности все жидкости относятся к третьему классу опасности, но у них совершенно разное воздействие на организм при приёме внутрь. При приёме внутрь, когда мы принимаем метанол, порядка 50 мг, у нас наступает слепота, то есть поражается нервная система, наступает безвозвратная слепота, безвозвратно нарушается нервная система, а 100 мг – это смертельная доза. От 50 до 100 мг в зависимости от воздействия на организм человека смертельной дозы на метанол. Жидкость, содержащая изопропиловый спирт, не может стоить, но дешевле примерно 200 рублей, конечно. То есть всё, что ниже, это однозначно что-то не совсем то. Ну и тоже добавлено, это Юрьевна уже говорила, по поводу того, что изопропиловый спирт имеет резкий запах, схожий с ацетоном. Конечно, нам это, как обывателям, не всегда нравится, когда в машине такой резкий запах, да, от использования стекло-амывайки, но, наверное, это именно критерий безопасности. То есть если вы купили стекло-амывающую жидкость без запаха, либо, на пород, с приятным запахом, то, скорее всего, это не совсем легальная жидкость, и лучше всё-таки пусть она пахнет, какие-то минуты вреда от этого не будет.